МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я всю жизнь ощущал зависть людей. Но у меня такая уж судьба, так сложилась, что я в жизни преуспевал. То есть я прожил сложную жизнь, тяжелую жизнь. И в годы молодости, и потом трудная работа у меня была. Выдвигался на постах очень быстро, несоответственно своему возрасту. И я всегда работал честно, добросовестно, всегда был искренним. И поэтому я всегда пользовался авторитетом, поддержкой, доверием. Поэтому я всегда ощущал зависть на всех этапах своей жизни. И много раз я страдал от зависти. У меня жизнь не всегда была гладкой. Но это уже прошлое, я не хочу это вспоминать. Знакомство заочное началось с большого интереса, который... Ну, было правданно, я думаю, я был оправдан. И вот приходит Алиев за Кавказским хребтом, с той стороны, а мы с этой, это же все, так сказать, Кавказ все-таки. Происходят такие перемены, которые вызывают очень большой интерес там у нас, на Кавказе. Борьба с коррупцией, с застоем в кадрах, всем этим кумовством и прочее, прочее. Вы знаете, это вызвало у всех большой интерес. Я начал выписывать газеты. Газеты. И Алибажанскую, и читать, чтобы информацию получать. Казалось, что вроде, так сказать, ну, республика просто хереет. И вдруг она начала все дела. И здорово ведь тогда пищевая промышленность на основе тех преобразований, которые произошли. Я Горбачева в 69-м году не знал. Я в 69-м году был избран руководителем Азербайджана, то есть первым секретарем Центрального комитета коммунистического города Азербайджана. В 70-м году я стал первым секретарем Старопольского крайкового партия. Это, как говорится, уже сюда, в эту когорту тоже вошел, так сказать. И впервые я увидел его, встретился с ним и познакомился с ним в Баку в начале октября 1970-го года, когда мы праздновали 50-летие советского Азербайджана. Когда прибыли в Азербайджан руководители многих союзных республик, из Украины прибыла делегация во главе с первым секретарем ЦК партии Шелест. Из Грузии был первый секретарь ЦК коммунистического партии Грузии Мжаванадзе. Из Казахстана был первый секретарь ЦК Казахстана Кунаев. Из Узбекистана был первый секретарь ЦК Рашидов. Они, между прочим, входили в состав политбюро. И Шелест, и Кунаев, и Рашидов они входили в состав политбюро. Было несколько руководителей областных комитетов партии Северного Кавказа. В том числе и был Горбачев. В 70-м году происходит у вас большое событие. Едет Леонид Ильич туда на это событие, празднование в 70-м году. Это было ранней осенью. Ранней осенью. И вот по пути, когда он ехал, мы встретились, поговорили, проводил я его, сел на следующий поезд и поехал с лезвением. Он меня увидел, говорит, что ж ты мне не сказал? Я говорю, да я думаю, ваш поезд нагружен был основательно, так что я вот должен был ехать таким образом. И там происходит наша встреча. с лезвением. Продолжение следует... 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 Я когда в Москве бывал, обычно заходил к нему. Он был секретарем по сельскому хозяйству. Я же 4 года с Брежним работал и ведал этими делами гравными. И мы были очень хорошие контакты с Ядаром Ильичем. И, кстати, когда решался вопрос о секретаре ЦК КПСС по сельскому хозяйству, это было где-то, по-моему, в 1976 году, было несколько кандидатур на это место. В том числе кандидатура Горбачева. Но другие были кандидатуры, которые больше имели поддержку. Я был в Москве по делам. И Брежнев у меня спрашивал. Поскольку мы соседи на Гавказе, я о Горбачеве дал положительную характеристику. И сказал, что вы не ошибетесь, если вы возьмете его, Москву, на должность секретаре ЦК КПСС. На мой взгляд, дело хорошее, нужное. Надо, чтобы промышленность поскорее давала больше такого ценного продукта. И тогда нам легче будет решать задачу по увеличению наших отар. Потом, когда Горбачев был секретарем ЦК КПСС по сельскому хозяйству, в Москве уже мы часто с ним встречались. И когда его избрали членом политбюро еще при Брежневе, Брежнев у меня спрашивал. Я тоже поддержал эту кандидатуру. Вы, Гейдар Радеевич, за 10 лет пребывания во главе ЦК КПС Азербайджана вынесли большой вклад. Им немало делается для устранения имеющихся недостатков, для решения наших больших задач. Отсюда награда, заслуженная награда, Гейдар Радеевич. Летом в Крыму, как мне рассказывал Андропов, произошел разговор. И в ходе которого Леонид Ильич сказал, что он намерен перевезти его, перевезти на работу в Москву, Гейдар Радеевич. До меня доходило, что там в Москве идут разговоры о том, что меня перевезти в Москву надо. И однажды даже сам Горбачев мне сказал, еще задолго до этого, когда я был в Москве, он мне сказал, что знаете что, вот тут в политбюро были разговоры, наверное, вас переведут в Москву. Я говорю, знаете что, мне и Баку хорошо, я этим разговорам не передаю значения. На этом все кончилось. Потом уходит из жизни Леонид Ильич. И на пленуме, на котором избирает первым секретарем Андропова, одновременно и переводится сюда, и решается вопрос о переводе Алиева. Андропов относился, он, по-моему, даже раньше узнал его, чем меня. Андропов меня знал значительно раньше, чем Горбачева. Андропов меня знал с 1967 года. Когда в 1967 году Андропов был назначен председателем КГБ СССР, я был заместителем председателя КГБ Азербайджана. И через несколько дней он вызвал в Москву председателя КГБ Азербайджана Цвигуна, он здесь был председателем, и назначил его заместителем, председателя КГБ СССР, к себе заместителем. Я остался исполнять обязанности председателя КГБ. И вот решался вопрос о председателе КГБ. К сожалению, до этого в Азербайджане существовала очень такая, ну, дискриминационная в отношении азербайджанского народа традиция. Сложилась такая традиция, и это уже утвердилось, превратилось в правило, что в Азербайджане руководителем службы национальной безопасности должен быть русский. И так было всегда. И вот в это время встала моя кандидатура. И меня вызвали в Москву, я тогда впервые с ним встретился. У нас состоялась очень хорошая беседа с ним, и я был назначен председателем КГБ. В течение двух лет, пока я не был избран руководителем Азербайджана, я работал под его руководством. Я думаю, что без мнения Андропова Гейдар Ильич не стал бы первым секретарем ЦК КПРР. Я думаю, мнение Андропова на этот счет было решающим. Насколько мне известно, Андропов познакомился с Горбачевым, когда он находился на отдыхе в Есендуках. А Есендуку тоже входит в Ставропольский край. Горбачев был руководителем Ставропольского края. Естественно, прибыл туда член Политбюро, отдыхает. Руководство края обязано оказывать ему внимание и так далее. И там, по-моему, произошло их первое знакомство, и с того времени они были знакомы друг с другом. Когда Андропов был избран руководителем Советского Союза, и я прибыл в Москву, естественно, Андропов хотел в какой-то степени обновить состав. Вот он меня пригласил из Азербайджана и предложил должность члена Политбюро ЦК КПСС и первого заместителя председателя Совета Министров. Но у нас состоялся с ним разговор. Я выразил ему благодарность за это, потому что это действительно было в то время огромное доверие. И к тому же это, в общем, для Азербайджана, для азербайджанцев был первый никогда не виданный ранее случай. Но вместе с тем я ему сказал, что, знаете, что, Юрий Владимирович, у меня лично желания нет переехать в Москву. И я бы предпочел оставаться пока в Азербайджане. У меня там еще много планов, много дел. Я хочу там еще поработать. Он тогда даже немножко обиделся. Он сказал, как же так? Вы меня избрали руководителем Советского Союза. Ну, на такой тяжелый пост. Мне нужна поддержка. Мне нужна помощь. А я перевожу тебя сюда для того, чтобы мы вместе работали близко, а ты не хочешь и так далее. и говорил о том, что, знаешь что, ты же перерос на своем месте в Азербайджане. Тебе надо уже переехать в Москву. Ну, я тогда дал согласие на это. Гейдар Алиевич, человек способный. И он мог и правительство потянуть. И он его реально иногда и вел, как первый зам. Это был активный член Политбюро и очень серьезный руководитель. Он человек, который мог и принципиальные вопросы обсуждать. У него уровень, масштаб его политический такой был. Но у него были качества волевые, хорошие. Я Андропову о Горбачеве говорил, когда уже прибыл в Москву, и говорил положительно. Потому что у меня к тому времени было мнение Горбачева положительное. На встрече Узкой, когда Тихонов, Устинов, Устинов встретились. У них там дискуссия была, они не договорились. Потому что Устинов продолжал говорить, ну, Юрий Владимирович, были планы Горбачева, что пора, пока мы еще, у нас есть силы, надо уже новое поколение. Горбачев, как Горбачев. Андропов уже, видите, в беседе с Колем, когда тот его напрямую, а кто после вас останется? Он сказал, подумал, сказал, я, говорит, надеюсь, что это будет Горбачев. О том, что Андропов хотел, чтобы после него он был, я не знаю. Не знаю. У Андропова было много планов, которые он не раскрывал, и они остались, по-моему, неизвестными никому. Но, когда Андропов полен, Андропов заменял Черненко. В декабре месяце, когда он не мог прийти на пленум, пишет письмо, большое письмо, и делает приписку, что в связи с тем, что я не знаю, когда, наверное, не скоро вернусь, я предлагаю поручить видение политбюро Горбачеву. Черненко его аппарат отрезает. Субтитры создавал DimaTorzok Схватка произошла после смерти Андропова. Действительно была большая борьба за власть. Тогда много разговоров было о Гришине, и он даже старался это и публично действовать. Ну и Горбачев тоже со своей стороны рвался. Кто-то хотел поставить Ленинградского бывшего секретаря, а потом секретаря ЦК, Романова Григория Васильевича. И между Горбачевым и Романовым там борьба шла. Виктор Васильевич и Григорий Васильевич, одни больше всего шло разговоры. Но я должен вам сказать, что Тихонов в разговорах с другими членами, ну а почему, я мог бы взять в это трудное время. Моя фамилия за рубежом тоже называлась. Я абсолютно не претендовал на это, абсолютно. А Горбачев претендовал. Но однако, по-моему, группа членов Политбюро, они договорились и решили, что должен быть Черненко. Ну я должен сказать, что если бы с моей позиции, что если бы не было Черненко, его надо бы придумать. Как говорил Вольтер, что если бы не было Бога, его надо бы придумать. Вскоре я уехал в Сирию. У меня была большая командировка в Сирии. И когда я вернулся, мне Тихонов, председатель Совета Министров тогда, сказал, что в Политбюро шло горячее обсуждение, кто должен быть вторым после Черненко. Там второе лицо, это всегда кандидатура на первое место. Многие хотели, чтобы я был. Алиев, он сказал. И он тоже сказал, что он тоже хотел бы, чтобы Алиев был. И многие другие. И, наверное, кто-то хотел, чтобы Горбачев был. Но я не могу сказать, что мысль о том, чтобы Алиев стал генсеком, она как бы тут была укоренена или что-то. Я даже не могу подтвердить. Да это, видимо, понятно, вы понимаете. Все равно кто-то должен быть и славян. При всех обстоятельствах, политбюро, люди, которые были в Политбюро, они были все славянского происхождения. Русские, украинцы, белорусы. Я там единственный был в Москве, член политбюро азербайджанец, мусульманин. Но Тихонов мне сказал, так извиняясь передо мной. Вы знаете, но там должен быть или русский, или в крайнем случае, вот дословно я помню его слова, украинец или белорус. Я ему сказал, знаете, Николай Александрович, запрасно, вы извиняетесь, так? Я и не думал об этом, я и не претендую. И будьте спокойны, мне и это достаточно. Я больше не хочу. Вся беда в том, что Горбачев после того, как мы его избрали генеральным секретарем, через короткое время очень резко изменился. Горбачев 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 Вся беда в том, что Горбачев, после того, как мы его избрали генеральным секретарем, через короткое время очень резко изменился. Это не только мое мнение было, мнение многих других членов Политбюро, которые работали с ним. Но изменилось его отношение ко мне, причем я это чувствовал постепенно. А до этого у нас были теплые отношения. Например, еще при Андропове, перед Черненькой, мы всегда, когда члены Политбюро собирались, стояли рядом друг с другом. На центральную трибуну Мавзолея поднимаются товарищи Алиев, Горбачев. Есть фотокадры, когда у нас чувствуются очень теплые взаимоотношения. Мы были друзьями, очень активно сотрудничали, он очень активно поддерживал. Это был серьезный и надежный человек. Но вот эти отношения у Горбачева изменились резко после того, как он стал руководителем Советского Союза. Я это почувствовал. И постепенно это отношение ко мне ухудшалось. Несмотря на то, что я активно поддержал его кандидатуру, я к нему хорошо относился и продолжал хорошо относиться. Он был как раз из тех, кто горячо и искренне поддерживал перестроечный процесс и демократический процесс. Его уход все-таки был уже связан по состоянию здоровья. Он переболел здорово и тогда. Пришло время обновления. И я вам скажу, огромное давление республики было. Огромное давление республики. Большинство считали, что своим положением здесь, продолжение находясь здесь, он мешает республике. И я пришел к такому выводу. Видимо, наиболее правильный он ответ дал в третьем случае, но опять-таки неполный. Да, я заболел. Почему я заболел? Я до сих пор не могу знать, потому что я никогда на сердце не жаловался. У меня есть очень много сомнений в отношении того, почему я заболел. Это произошло в 87-м году, 11 мая. Я, когда работал в институте, преподавал, мне сообщили, что вот он заболел. Не сказав, что произошло, я приехал в больницу, поднялся, увидел, что он в окружении врачей лежит, уже подключен к разным аппаратам. И врач, лечивший его, сказал, что у него очень тяжелая форма инфаркта, обширный инфаркт. И что очень, значит, неблагоприятные прогнозы на будущее. Конечно, это было большим потрясением для меня. И все время, что он был в реанимации, 14 дней он провел. И потом в остановительный период я был рядом. Но я, конечно, тогда, может быть, не так воспринимал эту болезнь, как сейчас. Сейчас, анализируя все события, которые предшествовали этой болезни, у меня появляются сомнения. Не была ли эта болезнь спровоцирована? Ну, однажды собрались врачи, очень крупные профессора, академики. Я не хочу их именно называть, потому что я считаю, что они не виноваты. Они, значит, начали за мной вести беседу, что, знаете, товарищ Алиев или Гейдар Алиевич, они обращались ко мне. Знаете, Гейдар Алиевич, ну, у вас здоровье такое, что вам уже трудно будет выполнять ту большую работу, где вы работаете. Я очень рассердился на них, очень, и высказал им обиду, и сказал, что, знаете, ваше дело лечить меня. А вас не касается, как я буду дальше жить, работать или не работать. Это мое дело. Ближе к тому, как он должен был выписываться из больницы, врачи четвертого управления начали вести со мной так называемую работу. Вызывали меня на свои консилиумы и говорили, что он в будущем не сможет работать активно, не сможет выполнять свои обязанности. Поэтому вы ему скажите, чтобы он написал заявление и ушел в отставку. Я не только уверен, я полностью уверен в том, что это было сделано по указанию Горбачева. Я не думаю, что это все, что такой штуковиной занимался Горбачев. Нет. Абсолютно. Это он придумывает. Нет, вечно не тут сейчас. Нет. А кто может заставить и полгодить врачей? И вообще, кто может такую задачу поставить? Никто. Это же времена не сегодняшние, вы имеете в виду. Мне известна такая практика в жизни политперо. Я помню, что когда покойник Косыгин, бывший председатель Совета Министров СССР, заболел и лежал в больнице. Кстати, в той же больнице, где и я лежал. Брежнев тогда был руководителем Советского Союза. Он и его окружение хотели использовать это положение, отстранить Косыгина от должности председателя Совета Министров. И через врачей, я знаю, ему подсказывали, что ему следовало бы написать заявление об уходе. Посылали ему людей, я это уже знаю. Потом все же добились того, что Косыгин послал заявление из больницы о его освобождении с поста председателя Совета Министров. И я был участником сессии Верховного Совета СССР, где его заявление оглашалось, и где его освободили с поста председателя Совета Министров, когда он находился в больнице больной. И мне кажется даже, вот это ухудшило состояние его здоровья, и буквально через неделю-десять дней он в больнице скончался. Так что этот случай мне был известен. И, кстати, Горбачев это хорошо знал. Так что он в приеме пытался использовать и по отношению ко мне. Не допуская это даже гипотетически, это не могло, нечего рассуждать на эту тему. Это абсолютно. Это бывает так, что в одной республике, вот говорят, в Белоруссии говорят, что Машерову. Главное, поэтому его судьба так доматически закончилась. Кто-то ее брал с пути, все, чепуха это все. Брежнев сам предложил Машерову занять пост председателя Совета Министров СССР. Но против была украинская мафия Политбюро и первый секретарь МГК КПСС Гришин. 4 октября его чайка выехала на трассу Москва-Брест и направилась в сторону города Жодино. Мотивов думать, что это убийство, а не простая авария, было много. Борьба за кресло генсека, которое должно было не сегодня, а завтра освободиться, в связи с болезнью Брежнева, находилась в полном разгаре. Еще одним претендентом на роль первого руководителя страны считался Гейдар Али. Я лечился, поправился, вышел на работу, работал. И то, что я болел, не мешало моей работе. Я работал. Так что болезнь не причина была моего отстранения от работы. Это я все сожалею. Но чтобы сказать, что я какие-то козди против Алиева вел, нет. Давление республики было сильное. Уже республики. И надо было разряжать эту ситуацию. Это, конечно, абсурд. Республика никакое давление на ЦК ГБРС не может оказать. Тем более в руководстве республики в то время не были такие силы, которые бы оказывали давление на Горбачева, чтобы я был устранен. Кстати, Визиров тогда говорил, что... Товарищ азербайджанский народ! Меним халгым! Сами мураджятеллен! Знаете, о нем я не хочу говорить ничего. Что происходило в республике, вы знаете. Я депутат, я депутат! Вы знаете, кто он, да? Товарищи, товарищи, я хочу... Давайте так. Давайте так. Отойди отсюда. Отойди, потом тебя я позову, да? Отойди отсюда, ты мне мешаешь. Отойди отсюда, слушай. Не хулигань, не хулигань, слушай. Встань туда. Визиров приглашает меня, как председателя Комитета Государственного Безопасности Азербайджана, к себе и заявляет. Дима Милович, я направлен в Азербайджан для борьбы с Салиевщиной. Я вам откровенно говорю об этом. И вы должны в этом вопросе мне помочь. И в этой связи он мне предложил, прежде всего, дать ему материалы, какие-то досье в отношении членов бюро и других руководящих работников в республике. Я ему заявил, что такие досье ни на членов бюро, ни на руководящих работников республики не заводятся и не ведутся, и это запрещено положением об Органах Государственного Безопасности СССР 67-го года. И меня удивляет, что вы об этом не знаете. Для сбора компрометирующих материалов на Гейдар Алиева Горбачев направил в Азербайджан оперативно-следственную бригаду численностью 1500 человек. Бригада под руководством Аслаханова и Баранникова должна была заниматься получением показаний путем насилия, угрозы и шантажа на руководящих кадров, работавших с Гейдаром Алиевым. С этой целью Шеволянский следственный изолятор приказом МВД СССР с нашего подчинения был передан в распоряжение оперативно-следственной бригады. Там под руководством школьного Владимира Александровича проводились агентурно-оперативные работы. Вербовались люди числа осужденных для оказания психических и физических давления на арестованных с целью получения от них ложных показаний на ближайшее окружение Гейдара Алиева. Я не думаю, что здесь была проявлена какая-то кровожадность или тем более сведение счета. Я был отстранен именно потому, что, первое, Горбачев ревностно относился, не хотел, чтобы Алиев был с ним. И у него созревало мнение об отстранении меня с поста, этого члена Политпюро и руководства Советского Союза. Я вам скажу, что все сделано было человеческое с ним. Никто ее не топтал, не унижал, ничего. То, что там, то, что вокруг говорят от меня, не интересует и не касается. Я то знаю, что я, у меня совесть чиста. Гейдар Алиевич Умный Хитрый Сильный Талантливый Масштабный человек Никакого обсуждения Алиева на Политбюро не было. Значит, тем более вы можете подчеркнуть, что это сделал Горбачев. Нет, мы говорили с ним, говорили прямо. Я решал, знаете, в рамках того контекста. Ну, а кто Пучч организовал-то, а? Ну, я не в связи с Алиевым. Я просто хочу сказать, кто Пучч? Мое окружение. То есть он боялся, что я тоже могу? Я убедился в том, что Горбачев очень неправильно относился к национальным вопросам и не терпел, понимаете, кадров достойных из национальностей неславянских. Это я знаю из разговоров с ним. Он иногда забывал, что я не славянин, и в беседе со мной допускал выражения, которые дают мне основания об этом сказать. Второе. Горбачев очень тесно был связан с армянами. Претензии армян на Горбачев были всегда. Они усилились после того, как я уехал из Азербайджана. Но они вместе с тем не могли реализовать свои планы, пока я находился в Москве, в руководстве Советского Союза. И мне известно было, что еще до того, как события о Нагорном Карабахе стали достоянием общественности, ведь процесс этот шел. Это уже весь процесс пошел. Ведь если бы у нас только Карабах появился, в Казахстане еще раньше проявились. В 1986 году. Буквально через 25 дней, после того, как я был отстранен от всех постов в Москве, начался Нагорно-Карабахский кризис. В Азербайджане! В Азербайджане начались митинги протеста против несправедливой политики ЦК КПСС, советского руководства по отношению к Нагорному Карабахскому конфликту, по отношению к Азербайджану. А эти митинги переросли в большие митинги. Это, безусловно, дестабилизированная обстановка в Азербайджане. Да, это была очень, вообще говоря, ситуация острейшая. Не могу сказать, что я могу какую-то вину взять. Нет. Если он хотел бы, чтобы не было этого конфликта, он мог бы пересечь все это в зародыши. Но он не только не хотел пресечь этот конфликт, он хотел развить этот конфликт. Он пошел по тому пути, как начал давить на Азербайджан. И вот последнее его давление – это ввод войск и уничтожение невинных людей. Ну что же, в общем-то, это со всеми случается, и, может быть, попадают все в ситуации такие. Но когда вот происходило... Мы же ведь звоним, звоним в Баку. Так, ладно, ситуация под контролем. А ведь ситуация такая. Возник уже вопрос, что надо решать их, что какие-то чрезвычайные меры принимать. Я посылаю туда Примакова Евгения Максимовича и Гиренко Андрея. Он у нас курировал эти проблемы. Они едут туда. Ну и что же, они звонят. Мы заседаем, кстати, в Верховном Совете, вызываясь, срочно просит Примаков для переговора. Ну я понимаю, куда я его послал, раз срочно Примаков выхожу. Он говорит, Михаил Сергеевич, надо принимать срочно меры. Я вызываю министра внутренних дел Бакатина. Я говорю, надо сейчас связывать и сидеть вносить предложение с министром обороны все, так сказать. А Бакатин тогда был министром внутренних дел. И давай с безопасностью вносить предложение. Надо действовать немедленно. Он говорит, ну мы не можем так действовать на словах. Давайте указ президента. Ну правильно. Что ж, вроде поговорили так. Я говорю, вносить бы указ. Внесли указ. Это официально, прямо. И я выступил перед тем, как пойти. Так что, ну все осознанно было. КОНЕЦ 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 Язербайджанцы, меня проклинали. КОНЕЦ 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 Их не так уж их занимает и интересует. И двадцатого вечера я узнал, что они ввели войска. И вечером Горбачев выступил по телевидению двадцатого. Я слушал и смотрел. И двадцать первого после этого, когда я узнал об этом, я прибыл в Москву, уехал к себе домой, встретился с членами семьи. И я узнал, что там, в постпрессе, собрались большинство азербайджанцев, которые проживают в Москве, в связи с этим трауром в Баку. Ну, естественно, я не мог оставаться в стороне. Я азербайджанец. Это моя сторона, это мой народ. Я решил поехать туда, постпресс-то. И он выступил там на пресс-конференции, осудил советское руководство, осудил Горбачева за это кровопролитие, за это убийство невинных азербайджанских граждан. Я считаю, что были возможности для политического урегулирования вопроса, были возможности для диалога с народом, но они не были использованы. И в ночь с 19 на 20 в Баку были введены крупные контингенты советской армии и войск МВД СССР. К чему это привело? Каким трагическим последствиям это привело, теперь уже хорошо нам известно. Ну, я не отказываюсь, что я вводил. Я вам рассказал даже, как все было. Но в какой обстановке? Иначе мы расходимся с ним во мнениях. После того, как мой отец, Игорь Алиев, выступил на митинге перед представительством Азербайджана в Москве и осудил ввод войск, советских войск Баку и то кровопролитие, которое было устроено и с многочисленными жертвами мирного населения, осудил политику Горбачева. Естественно, начались гонения и на моего отца, и на всех членов нашей семьи. И тогда мне было заявлено, что я не могу больше оставаться на должности преподавателя, потому что МГИМО – это политический вуз, и я не могу преподавать будущим политикам. Но для меня это удивило. Я пытался узнать причины, но сказали, что вот, потому что вы сын Гейдар Алиева. Первый раз слышу. Вообще первый раз слышу. Я понимал, что существовавшая тогда система и люди, руководившие той страной, сами себя ставят в очень некрасивое положение. Можно относиться плохо к кому-то, можно вести соперничество, соперничество. Но когда в это приплетаются члены семьи, это, конечно, не говорит о высоких моральных качествах людей. А у меня не было раздвоения, знаете. Ведь я, может быть, моя особенность состояла в том, что я все-таки пытался в политику внести соединительность с моралью, совестью, соответственность человеческой. Поэтому я, хоть вы спрашиваете меня, как политика, как человека. Что можно сказать? Одному обстоятельству вы были удачны, и он свой потенциал развернул. А у другого столько таких потенциалов осталось невостребовано людьми. Потому что мы жили в такой стране. В такой стране, где не так просто было развернуть себя. Я находился рядом с ним после того, как стал он руководителем, ну, два с лишним года. Так я не понял, что он хочет сделать. И потом тоже наблюдал за его деятельностью. То распада Советского Союза. Тоже я не понял, что он хочет сделать. Но, во всяком случае, все то, что сделал, результат налицо. Я думаю, что он ведет республику умело, серьезно. И вывел ее с большого кризиса. А вот вспоминаю 90-й год, и что там творилось, у вас происходило, когда уже парализована была деятельность ЦК, парализованная деятельность была Верховного Совета, 200 километров границы уже снесли, в 18-ти районах снесли власти районные. Виновником всего этого является сам Горбачев. Я вообще сожалею о том, что оборвалась перестройка. Нет, конечно, какая там перестройка. Ничего не состоялось у него. Если посмотреть на это с исторической точки зрения, ну, можно задать вопрос, где сейчас Визиров, где сейчас Горбачев, где сейчас тот же самый Легачев, который активно принимал участие в выживании Кейдара Алиева из политической жизни, а не на задворках истории. Все они против меня были, но однако все они проиграли. Он выдержал и показал себя, проявил при этом и мужество, и дальновидность, и не скатился на примитивные такие разборки. Ну, знаешь, завидуют ведь людям, у которых есть чем завидовать. Завидуют. А если человек обычный, обыкновенный, ну, что им завидовать? А мне завидуют. И Горбачев завидовал. КОНЕЦ КОНЕЦ